Главная архивиста Анна Кошарная много лет изучает все, что связано с биографией Михаила Ромашина. Недавно, просматривая подшивки отчетов, докладных записок, направленных партизанскими командирами в Центральные и Брянские штабы, Анна наткнулась на детали подготовки взрыва моста через Десну у станции Выгоничи. Намного уже документов известно, фотографии есть, так же, как и на партизанской поляне, все мы видели там диораму. Но, может быть, некоторые документы кто-то видит впервые, то есть заинтересует, как вообще готовились партизаны к этой операции. Вот план взаимодействия партизанских бригад с действующими частями войск Центрального фронта, подписан Рокоссовским, датирован 1 марта 1943-го. Четко определена каждая роль, отведенная для подрывников, то есть нужно было не только, допустим, взорвать сам мост, но нужно было уничтожить немецкий гарнизон, то есть нужно было полностью прорисовать силы противника. В операции участвовало более 1200 партизан и больше 1000 килограмм тротила было использовано при взрыве этого моста. Из докладной записки начальнику штаба партизанского движения Матвееву от командира бригады Ромашина читаем. 8.03.1943. В 2.20 мост взорван, движение эшелонов приостановлено. Уничтожено немецких солдат и офицеров до 300 человек, взорван железнодорожный мост через реку Десна, что у станции Выгоничи, взорвано 4 деревянных моста на Большаке, Брянск-Почев, Брянск-Трубчевск, частично разрушено 2 казармы у моста, взорвана вышка оборудования для огневой и пулеметной точки, разрушена телефонно-телеграфная связь на расстоянии 3,5 км, захвачено 3 дзота с уничтожением в них огневых точек. Наглядно, как стягивались силы партизанских бригад имени Ворошилова, Щерса, Кравцова, смерть немецким оккупантам, отряды имени Баумана, 26 бакинских комиссаров, от руки начертил старший лейтенант Боярский буквально через 20 минут после взрыва моста. В деле также есть список из 62 имен партизан, особо отмеченных за мужество при проведении боевой операции. 8 марта 1943 года товарищ Ряшкина, одна из первых, доставила взрывчатые вещества на железнодорожный мост реки Десна. В 1949 году бывшая партизанка-подрывник партизанского отряда имени Лозо выгонического района Антонина Акимовна Ряшкина награждается Орденом Отечественной войны второй степени. Неравнодушные к истории брянские краеведы в частном порядке передали в архив уникальные фотографии, купленные на зарубежных аукционах. Снимки сделаны немцами после взрыва выгонического моста. По этим фотографиям мы видим, насколько велик урон, который причинили партизаны, взорвав железнодорожный мост. По этому мосту немцам шло вооружение, и по этому же мосту они вывозили из центральной части России, награбленное в Германию. Архивисты по крупицам собирают, дополняют материалы многих исторических событий. Ведь за увесистыми томами с формальными надписями отчеты, акты, боевые донесения, имена людей – реальная картина боевых действий. О своих находках исследователи рассказывают на сайте Госархива области. А самые любопытные могут лично ознакомиться с обнародованными документами в читальном зале архива. Александр Седачёва, Дмитрий Матёров, Брянск.